Нинницкий округ вспоминает протопопа Аввакума. В Наринмаре состоялось массовое чтение знаменитого жития. Уникальный проект историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника Пустозерск приурочен к двум датам. 25-летие музея и 340 лет со дня написания Аввакумом Петровым автобиографического произведения. Место для проведения массового чтения самого знаменитого литературного произведения, созданного в Пустозерске, выбрали не случайно. Часовня старообряческой поморской общины названа в честь протопопа Аввакума Петрова. Житие свое написать инокам-эпифанам, понеш отец ему духовной инок, да не забвению предано будет дело Божие, и сего ради понужен быть отцем духовным, на славу Христу Богу нашему. Аминь. Известное произведение Пустозерского каторжника написано на старорусском. Сегодня этот язык звучит необычно и довольно сложно. А тогда, в 17 веке, когда люди жили под церковным каноном, он вызвал волну возмущений. Грубый, простой, без богословской лексики. Протопопа Аввакум сделал это нарочно, чтобы люди его поняли и пошли за ним. Это был 17 век. Кровавое и страшное время. На отрезок 100 лет пришлось несколько народных бунтов. Соляной бунт, два стрелецких бунта. Это восстание под предводительством Степана Разина. Война России с Польшей, Швецией и с атаманами, с атаманской империей. И, может быть, самая жестокая еретическая зима. В результате, в середине 17-го столетия русский народ раскололся на два течения. Тех, кто поддерживал реформы Никона, и тех, кто шел против. Против переписывания церковных книг, искажения обрядов, бритья оборот. Самым ярым противником стал священник небольшого села Лопатицы Нижегородской губернии. Протопопа Аввакум. Свои противоборства он описал в житие. Помимо церковной темы, в автобиографии отражен быт и нравы того времени. Не менее ценно произведение и с точки зрения филологии. Готовясь к этому мероприятию, пришлось перечитать не только свой отрывок. Пришлось познакомиться, и это с удовольствием сделали, и со всем произведением, с аннотациями. Пришлось посмотреть значение слов. И когда человек фактически занимается языкознанием. И вот когда человек занимается языкознанием, он, наверное, потом заинтересуется и современным русским языком. Чтобы читать житие по-настоящему, участники проекта пришли в старинных костюмах. Мужчины облачились в кафтаны, женщины повязали платки. Всего за два часа 30 человек заново открыли для себя жемчужину русской словесности, гениальность которой прошла сквозь века.